В мире есть две очень достойные серии компьютерных игр в жанре «Убей всех врагов» — Battlefield и Call of Duty. Обе начинались со Второй мировой войны, Battlefield в итоге вернулась в Первую мировую, а вот Call of Duty заглянула в будущее, где человечество уже уверенно чувствует себя в космосе, но все еще вынуждено стрелять. 6 ноября вышла 13-я игра в серии Call of Duty — Infinite Warfare. В ней две примечательные вещи. Бои в открытом космосе и герой Кита Харрингтона, то есть Джона Сноу из «Игры престолов». Харрингтон в Call of Duty — злодей, и мы сталкиваемся с ним в первые же минуты игры. Играет Джон Сноу так себе, но все равно на голову выше всех остальных героев. Вообще игра начинается очень лихо. Буквально заходит с козырей, выдает игроку очень красивый космос, реактивный ранец, мощное оружие, да еще и Джона Сноу в конце этой сцены. Но затем игра резко сбавляет обороты, возвращает на землю, бросает в скучные перестрелки, да еще и показывает пафосные сцены с героями, которым ну никак не получается сочувствовать, настолько они деревянные. Возможно, эти заставки нужны, чтобы добавить кинематографичности игре. Но настоящая драма начинается, когда игрок отправляется на очередное задание. Это не просто набор перестрелок. В Call of Duty постоянно происходит что-то эпичное. Игра не дает заскучать, постоянно что-то взрывается, разваливается, через разбитые окна в открытый космос засасывает врагов. Каждые несколько минут меняется обстановка, причем переходы получаются плавными и логичными. Ты только что бежал по дневному городу, но тут же все заволакивает густым черным дымом, и приходится идти со включенным фонариком. Из трейлеров Infinite Warfare лучше всего запоминается космос. Но в самой игре до космоса, если не считать первых нескольких минут, приходится добираться довольно долго. Причем игрока не сразу выбрасывают в невесомость, а сначала заставляют долго кататься на корабле, расстреливая врагов из пулеметов и ракетниц. Но когда тебя наконец выпускают в космос, ты понимаешь, что воевать в нем не очень-то удобно. Все происходит везде. Зато из приятных мелочей — снаряжение Человека-паука, позволяющее гарпунить врагов и добивать их в рукопашное. Call of Duty Infinite Warfare — отличная игра про космос, которая зачем-то продолжает играть в кино. За кино мы входим в кинотеатры, дайте просто эпично пострелять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok